Когда-то непобедимая военная машина Гитлера теперь отступала. Союзники на западе и Россия на востоке сжимали в стальные клещи потрёпанные остатки армии Рейха. Последние надежды Германии возлагала на оружие возмездие. Ракета Фау-2. Такого оружия мир ещё не видел. Это был огромный скачок в истории военной техники. Непилотируемые снаряды, летящие со сверхзвуковой скоростью, разили без предупреждения. В отчаянной попытке повернуть ход истории вспять, нацисты выпустили более трёх тысяч ракет. Эти ужасные снаряды ударили Пантверпену, Парижу и Лондону. После высадки десанта союзников в Нормандии пусковые установки были захвачены, и Англия оказалась в недосягаемости. Однако союзники готовились к будущему, к следующей войне. В ходе сверхсекретной операции «Скрепка» американцы вывезли в США лучших учёных-ракетчиков Германии. Многие из создателей проекта Фау-2 уже были эвакуированы, но не все. Берлин, окружённый советскими войсками, сдавался квартал за кварталом. И до полного поражения оставалось лишь несколько дней, после чего учёные, не успевшие эвакуироваться, попадут в руки русских. Я должен был этому помешать. Генерал-майор Ганс фон Айзенберг Тайна договаривался о безопасном коридоре для своей команды, пятерых руководителей программы Фау-2. Он встретился со своим русским связным у Бранденбургских ворот. Это был мой единственный шанс уничтожить его, прежде чем он сможет заключить сделку. Я был готов, собран и уверен в себе. Я ещё не подозревал, что это задание станет самым сложным из всех, за которые я брался. Продолжение следует... Фон Айзенберг был пунктуален и даже не подумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной. Они были как на ладони. Одно нажатие на курок и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была окружена зданиями, так что о ветре можно было не беспокоиться. Я задержал дыхание, чтобы прицелиться, а затем огонь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...